В первый рабочий день наша съемочная группа с самого утра собирала мнение жителей по поводу транспортной реформы в столице. Восемь утра, остановка улицы Афанасьева. Здесь не очень много народа и транспорт подъезжает с небольшим интервалом. Давно стоите? Ну нет, недавно. Сколько примерно минут? Наверное, три минуты. Нормально. Доедем. Автобусы, они большие. Давно я ждала автобусов этих, чем эти маршрутки. Спасибо большое, что автобусы сделали. 16 маршрутов сокращено, 14 изменили свой путь. И только три маршрута остались нетронутыми. 42, 43 и 45. 42 как ездила, так и буду ездить. Сколько людей на улице, столько и мнений. Кто-то стоял на остановке 5-10 минут, кто-то целый час. Доехала вот на 333, и то еле-еле села. Народу стоит на остановке полно. Как хочешь, выезжай. Никаких маршруток вообще. 41-й проехал битком, все битком едут. Я ездила до юго-западного, но только одна 44-я маршрутка едет. То есть вообще неудобно. Вообще любая реформа, она делается для улучшения, а не для ухудшения условий. Любая. Раньше не было проблем вообще. Вот я живу на коллективных южных поселках, когда там вообще нет сообщения. Вот то, что раньше ходил в 49-й маршрут. Сейчас вообще нет. У меня мама постоянно ездит, пенсионерка, значит, да. Я не знаю, как к ней добраться. Сегодня добираться до работы очень тяжело. Вот я работаю в диагностическом центре, я приехала вот сейчас 9 часов уже. У меня больные на приеме, все пациенты ждут. Не могли добраться. Один автобус был, только 22-й. В 44-х маршрутах 6 прошло. На мотозалке ни одна не остановилась. В итоге предстояло почти час. Пока основная претензия горожан – большой интервал между транспортом. Что касается изменений маршрутов, то многие уже сориентировались или заранее подготовились и еще дома выяснили, на каком транспорте им доехать до работы. А для тех, кто не знает, на каком маршруте добраться из пункта А в пункт Б, на каждой остановке висит баннер. На нем схема маршрутов, есть и специальная горячая линия. Можно позвонить по номеру 23-5199 и узнать, как доехать до нужного вам места. Мы выслушали мнение горожан лишь на нескольких остановках. По словам администрации города, транспортная реформа нужна, чтобы разгрузить магистрали и тем самым обеспечить безопасность на дорогах. Так что неудобства временные, мнения и предложения пассажиров в администрации учтут и обещают внести коррективы в маршруты.